Приветствую вас и по, наверное, смыслу я соглашусь с первым человеком, который ответил на ваш вопрос. Но вот по форме говорить о том, что привычка обязательно создает ломбку, я бы не стал. Как говорить, почему? Попробую пояснить. Дело в том, что когда люди вступают в отношения, они начинают, естественно, некие такие цикличные действия, некие такие цикличные поведенческие модели. Естественно, эти модели повторяются, по-другому, ну, вряд ли может быть, было бы странно, если бы было как-то иначе. Вот. И эти цикличные модели, они естественны. Естественны по своей природе. То есть в них изначально заложено, как бы, естественное продолжение, естественное развитие отношений. И поэтому, наверное, вот именно поэтому, потому что привычка это нормально, привычка в отношениях это нормально, я хотел бы сказать, что далеко не всегда они вызывают ломбку. Может быть, конечно, такая ситуация, что человек действительно очень сильно привязывается к другому человеку, без него уже не может, и тогда человек впадает в зависимость. Да, это так. Но это происходит далеко не всегда, далеко не сохранится всеми людьми, и поэтому говорить о том, что привычка всегда пораждают зависимость ломбку, я бы не стал. Привычка в отношениях, я надеюсь, я уже ответил на ваш вопрос, что это такое, что такое привычка в отношениях, но я еще на всякий случай все расскажу. Привычка в отношениях. Привычка в отношениях, это когда люди, будучи вот, будучи единым целым, когда люди, имея что-то общее, начинают, вот не побоюсь, наверное, этого слова, то люди, имея что-то общее, начинают какие-то, знаете, вот уже такие хорошо изученные, хорошо понятные поведенческие модели использовать в своем поведении. То есть привычка, это то, что люди неизмерно, что люди всегда, ну, так сказать, в силу самой своей природы встречают в процессе построения отношений. И в этом нет ничего, сколько-нибудь странного, ненормального и так далее. Но! Понимаете, в чем дело? Привычки хороши. Они позволяют меньше внимания обращать на одни вещи, больше внимания обращать на другие вещи, например, я имею в виду сейчас, если бы человек, ну, не привыкал бы к каким-то моментам, то, наверное, отношения не развивались бы. То есть они постоянно находились бы на одной стадии, что не делало бы их, вот, как-то, знаете, ну, идущими куда-то. Поэтому если говорить о привычке, то привычка это хорошо, потому что что значит привычка? Привычка это когда какое-то действие, какое-то действие, значит, из действия, то есть из поступка поведенческой модели превращается в операцию. То есть в неосознаваемую единицу человеческого поведения. И это хорошо, это здорово, это помогает не тратить ресурсы, не тратить свое внимание на те действия, которые люди раз за разом повторяют по какой-то причине здесь, неважно по какой причине. И тем самым это помогает на какие-то другие, новые моменты обращать внимание в свое. Но вы спрашиваете, как и в каких случаях привычки могут быть плохими для людей? Я вам постараюсь на этот вопрос также ответить. Дело в том, что когда и если человек вступает в отношение, будучи в чем-то нуждающимся, в чем-то испытывая потребность, вот когда и если человек в какие отношения вступает, привычка для него губительна. Потому что она заменяет такому человеку те действия, те поведенческие модели, которые по идее человекам должны осуществляться самостоятельно, а он, надеясь на другого человека, надеясь на то, что тот за него сделает что-либо, как бы предпочитает легкую форму удовлетворения своих желаний. И получается как раз то, что мы в итоге имеем. То есть ту самую ломку мы имеем, ту самую зависимость от другого человека, о которой сказал мой коллега как раз таки. То есть, понимаете, если человек является полноценным, независимым, равноправным, ну, условно говоря, конечно, равноправным другому человеку, то привычка ничего плохого для него не сделает. Привычка даст такому человеку, пожалуй, только возможность для большего уделения внимания, большего посвящения внимания любимому человеку. Может быть большему посвящению внимания самому себе или что-то в этом роде. Но если человек зависимый, и если человек в другом человеке нуждается, в любимом человеке я имею в виду нуждается, то в таком случае можно, к сожалению, говорить о том, что привычка губит и оказывает совершенно губительное влияние на такую вот личность. И тогда мы с вами можем немножечко резюмировать то, что я сказал. А именно, что привычка в отношениях есть всегда. Она всегда была и всегда будет. Но очень важно, каким человек вступает в отношения, значит, другим человеком. И если он вступает в независимым, то привычка не способна сделать ничего плохого такому человеку. А если человек вступает в независимым, то, простите, рано или поздно привычка приведет к тому, что наш с вами зависимый субъект окажется в более проигрышном положении, чем его партнер, что приведет к ссорам, разногласиям, конфликтам и так далее. Вот, я надеюсь, более-менее полный ответ на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.